Ну что сказать, действительно нежный, умиротворяющий, бесконечно женственный, не надоедающий, аромат который не задушит, который не придушит, а будет только вас окрылять, и вы будете как фея, которая порхает где-то в саду, где растут лилии. Приветствую всех, кто заглянул на мой канал роскошные ароматы. И сегодня у меня будет бенефис всего лишь одного аромата. Почему? Да потому что он меня действительно зацепил, несмотря на то, что аромат как бы давно на рынке, и марка давно на рынке, и об этом аромате я слышала очень много хвалебных и не очень хвалебных отзывов, но как-то не получалось мне его потестить и приобрести в себе в коллекцию. Но буквально недавно, что меня сподвигло, честно, я не знаю, я решила приобрести хотя бы небольшой объем, а в данном случае у меня всего лишь 30 миллилитров этого аромата. Это Безе Воль от Кортье или Украденный поцелуй. Ароматы от Кортье у меня есть в коллекции, у меня есть Карат, у меня есть Пантера. Оба аромата я люблю, ценю и уважаю, но когда у меня появился Украденный поцелуй в коллекции, я вот немножечко расстроилась. Почему? Потому что я расстроилась из-за того, что он не появился у меня годами ранее. Я расстроилась из-за того, что купила всего лишь 30 миллилитров, а не объем побольше. Но пока буду радоваться и ему. Ну, во-первых, посмотрите на флакон. Я уже думаю, отзывов на этот аромат очень-очень много у нас на ютуб. Поэтому я думаю, что что-то такое новое я не расскажу и не сообщу вам. Аромат выглядит у меня вот таким вот образом, как зажигалка. Вот посмотрите. Очень так интересно придумано. Аромат у меня совсем такой малыш, но тем не менее я рада даже и ему. Итак, аромат Безе Воль Кортье для женщин. Основные аккорды белые, цветы зеленые, мягкие пряные, цитрусовые и животные. Выпущен аромат в 2011 году. То есть, как я сказала, абсолютно никакая не новинка. По нотам здесь тоже как бы особо разыграться фантазии негде, поскольку здесь лилия, лилия, лилия и в базе и в средних и верхних нотах. Немножко цитрусов верхних и зеленые ноты в базе. То есть, как бы нот не особо много. Аромат у лилии, да? Все, больше ничего. Я почему боялась купить этот аромат? Когда я смотрела отзывы, читала, что это аромат цветочного магазина с вот этими уже подгнившими стеблями, с такой уже водой, которая стоит ни день, ни два немножечко и источает не совсем приятный запах, я побоялась этот аромат купить. Но когда он ко мне пришел, я его нанесла, я просто в него влюбилась. Редко такое бывает, что я вот прям с первого пшика, с первого нанесения, с первого вдоха влюбляюсь в аромат. Мне бывает, да, аромат нравится, аромат интересный. Потом я начинаю его разнашивать, разнашивать, и уже у меня эмоции либо повышаются, градус наших отношений, то есть я в него влюбляюсь, либо наоборот понижается, он мне не нравится. Ну, либо остается такой, да, 50 на 50, и не то, и не сё. А вот здесь, я не знаю почему, я его нанесла, он мне переплюнул и пантеру, и карат. Если сравнивать с пантерой, то это сравнение неуместно, так как пантера вообще с другой оперы, то есть это два разных аромата. Но вот с каратом, да, карат это тоже весна, это цветы, тоже красавец, но этот, я не знаю. Я когда пришла и первый раз нанесла его на руку, я просто ходила, и постоянно эта рука у меня была у носа. Ну, думаю, ну, наверное, первое впечатление, аромат новый, у меня ничего такого не было, я имею в виду из таких ароматов, вот именно лилия, она такая звонкая, свежая, может и зацепил. Но потом я чувствую, что на следующий день я уже его наношу на работу, на следующий день я его просто перед сном наношу и вкушаю, и он мне нравится все больше и больше. И я не понимаю, как я проходила мимо все это время, мимо этого аромата. Я не знаю как. Но еще раз повторюсь, меня вот смутили вот эти отзывы о какой-то затхлой воде, о каких-то подгнивших стеблях. Нет, для меня здесь абсолютно ничего такого нет. Это очень женственный, звонкий, такой прохладный, даже в некой мере леденящий аромат лилии. Но лилия здесь не убойная. Лилия здесь для меня вот какая-то звонкая, девичья, хрустальная. Вот как-то так. Я не особый любитель лилий в аромате. Для меня они и немного, а для меня они бывают удушающими, иногда какими-то ядовитыми. А здесь вот лилия какая-то звонкая. Для меня здесь еще появляется некая сладиночка, очень приятная, очень приятная. Цитрусы здесь тоже дают, вот знаете, какую-то такую сочность что ли. И аромат получился действительно красивущий, прекрасивущий, красивенный. Я уже не знаю как выразиться. Вот самый-самый красивый, но при этом такой благородный, яркий, но в меру, что мне понравилось. То есть абсолютный фаворит для ношения на работу в умеренной дозе. Потому что от вас будет исходить очень милый, симпатичный шлейф. Но при этом эта лилия никого не задушит. Ну мне так кажется. И для меня это самый-самый лучший, ну или один из лучших представителей зелено-цветочного направления. Прекраснейший, прекраснейший аромат. Я немножко расстроена, что у меня такая малюпусечка всего лишь в гардеробе. Я немножечко расстроена, что как-то раньше я вообще даже о нем не думала, не подозревала об этой красоте. И вот что значит отзывы. Вот сколько я смотрела отзывов. Ни один отзыв меня не заинтриговал настолько. Не сподвиг на покупку этого аромата. И честно скажу, я его решила купить, потому что его больше нигде не было. И я люблю покупать ароматы, которые уже дискаунты, потому что я понимаю, что я буду не единственной обладательницей, но как бы одной из немногих. И такие ароматы, как правило, всегда найдут своих поклонников. Даже если вам аромат не подойдет, вы всегда его можете продать, пристроить, как говорится, в хорошие руки. Потому что если аромат негде достать, кроме вас, ну вы понимаете, что это все-таки некая доценность. Но здесь я понимаю, что никому его продавать не собираюсь. Вы знаете, соглашусь, что ювелирные марки делают шикарные ароматы. У меня есть ароматы от Булгари. Кстати, готовлю обзор еще на три аромата от Булгари. У меня есть Магнолия Сенсуэль. Еще три аромата появились. Но я уже буду обзор всех вместе готовить. Шикарные. Картье тоже такие достойные. У меня, кстати, есть еще Базье Фоу. Тот аромат мне меньше нравится. Вот забыла его упомянуть. Он как-то, знаете, из категории вроде бы и не нравится, но избавляться не хочу. Вот он интересный, своеобразный. Я еще надеюсь с ним подружиться. Но эта лилия меня просто покорила. Действительно настоящий шик. Это действительно какой-то ювелирный бриллиант в парфюмерии. Не побоюсь этого слова. Самый красивый зелено-цветочный аромат. Всего в меру. Все слажено. Все гармонично. Безукоризненно. Ну, на мой нос. На мой нос. Я не знаю, кто здесь слышит какую-то застоявшуюся воду. Какие-то подгнившие стебли. Нет. Для меня это красота, что ни на есть самое красивое. И меня аромат покорил именно вот своей нежностью. Есть такие ароматы, которые вначале вроде бы звонкие, зеленые. Но потом они как-то либо в сладинку уходят, становятся более слащавые. Что-то в пудровость уходит. А здесь аромат вот как вначале такой звонкий и хрустальный. В принципе, он такими остается. Но может немножечко больше сладинки появляется. Немножечко. Но это даже не сладинка, а какая-то цитрусовая сладость. Вот такая, как сладкие сочные цитрусы. Это не сахарная вата, не варенье. Ничего из этих нот. А вот именно такая уютная сладость. Также мне понравился один нюанс по поводу этого аромата. Что аромат, несмотря на то, что он вроде бы как бы уходит. Да, слетает с вас. Вроде бы его уже не слышно. Но вот стоит ветерку подуть, и вот этот флёр возобновляется, возвращается. Или вы сидите, вроде его нет. Встали, прошлись, и флёр также за вами хвостиком пошёл или полетел. Если вы любите лилию, однозначно да. Если вы не любите лилию, но любите такие зелёные, нежные, хрупкие ароматы. Ароматы, я бы даже сказала, зелёно-цветочные, также обратите внимание, приятнейший аромат. При этом не такой классический свежак, не такой классическо-цветочный или классическо-зелёный. Вот как-то всего здесь нам мешалось, что вот для меня это вот как какая-то льдинка. Вот когда льдинка на солнышке начинает таять, вот какая-то такая у меня ассоциация с этим ароматом. Не знаю почему. Ну или бриллиант, да, конечно, уже замахнулась на бриллианты, но вот для меня это некий бриллиант в парфюмерии. Вот действительно шедевр, вот шедевр. Почему и делаю видео одного аромата, потому что ну готова ему пить оды. Поэтому, девчонки и мальчишки, если вы этот аромат знаете, и он вам также нравится, напишите своё мнение, своё впечатление о нём. Также, девчонки, забыла абсолютно, забыла ещё один момент сказать. Когда я заказывала этот аромат, мне автоматом в корзину упал вот такой вот подарок, но Тино. То есть три в одном, мейкап, да, глаза, губы и лицо. Я, честно говоря, думала, что это будет какой-то стик, ну а-ля помада или что-то кремовое. У меня цвет пич голд, вот показываю, может кого-то заинтересует. Посмотрите, это такой, в принципе, дорожный вариант. Здесь мы открываем, и вот тут вот высыпается вот такая вот пудра, видите? Вот пудра, давайте я вот сюда нанесу. Вот пудра такая, видите, вот. Потом вы её разносите, ну я пальцем, кисточкой. Но, как по мне, здесь очень много блестинок, блёсточек. То есть на каждый день я бы, например, такую вещь не надела. Это какой-то румяна с хайлайтером, что ли. На губы я вообще не представляю, как вот такую структуру наносить. Но, тем не менее, показываю, может быть, кому-то будет интересно. Вот такой вот стик. Но для губ я не соглашусь. Но для лица и для глаз, ну может быть. Но если бы блёсточек было бы поменьше, наверное, он бы как-то смотрелся покруче и пороскошнее. Итак, теперь буду закругляться. Поэтому, если вам видео понравилось, то ставим пальчики вверх. Также не забываем подписаться на канал. Иконочка вот где-то здесь. Ну а на сегодня уже всем пока-пока. И до скорых встреч.